Вот эта выставка, вы знаете, просто еще раз меня удивляет, но с одной стороны удивляет, с другой стороны не удивляет. Почему? Потому что говорят, писать надо только тогда, когда ты не можешь не писать. Имеется в виду, будь то проза, будь то поэзия, будь то живопись. Но вот здесь вот как раз видно, что Хасай не то что есть что сказать, не то что ему не пишется, ему даже очень пишется, и очень много пишется. И вот это его потенциал, творческий потенциал, он буквально выбирает, и притом он растет. Дорогой Хасай, я тебя поздравляю с движением и успехом. У хорошего человека не могут быть плохие работы, в этом я убежден. Это яркая личность, и надо это улыбить. Это личность, это человек, обильный круг друзей в разных плоскостях. Обильные возможности личностного характера, не только самовыражения, но и как личности. Это внутренне богатая личность. Я с вас настолько рад, что человек. И население нужно, его методы работают в разных регионах. Его методы работают на Северном Кавказе. Его методы работают метод ключ-часов. И методы самые грязные, не только Инахович. Если говорить так, по-честному. А на Макуши. Знает метод ключ Алиева. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вроде указал. Вы даже, может, и не знаете, что знают. Знают, значит метод живет, значит он уже на Севере. Это говорит о том, что Хасай Мегамедович направлен в жизненном пути. Будем так, направлен в жизненном пути. Это говорит о том, что наша земля настолько богатая, что мы имеем таких людей. Мы просто должны вместе нравиться. Спасибо большое. Отсеть. Спасибо большое. Вот с такой поддержкой. Зная наших, как говорят. Что вот в этом работе очень видно, какой человек. Они действительно очень показывают, как бы... Они очень открыты. То есть бывает, когда творчество несколько вуалирует своего создателя. Человек одевает некую маску, играет роль. Это тоже почетно, это все замечательно. Здесь наоборот, здесь душа на разборку. Здесь совершенно четко, ясно видно вот эту доброта, яркость, обилие света. Это очень скользко, все красное. А я тебя поздравлю. Спасибо. Я вообще-то хоть так улыбаюсь, вроде как свободный, как говорил Виктор. На самом деле вообще не свободный, а застенчиво помнить. У нас же много таких вот интересных людей в Дагестане, на плечах которых, как говорится, мы дети развивались. Мы дети развивались. Например, папа, по тематру, суток Затов, мы развивались рядом с такими людьми. Естественно, лучи этого света, о которых вы сейчас, Саша, говорили, что они светлые, я, естественно, воспитывался в этих лучах. Естественно, поэтому, если у меня получилось сохранить себя и питать, себя эти лучи, поэтому я очень доволен, что вы так вот сказали. Сейчас в воспитательной работе начинаем проводить эти линии, что спасти человека, если Достоевский говорил, может, доброта, доброта, свет, открытость, локоть товарища. То есть самые человеческие основы, они, оказывается, самые главные, самые нужные. И вот, наверное, это высота тоже для того, чтобы еще раз, еще раз это подтвердить. Надо развивать человеки человеческое. Вот я хочу. Спасибо вам огромное, что нашли время в наше сложное, суетливое время. Мы на все занято, заботе, мы вот нашли время и пришли. Спасибо вам огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok